девочки мальчики привет я сегодня занимаюсь уборкой стираю пластельное белье там все такое и заодно решила сделать химчистку своей кровати я недавно выпускала видео как я почистила диван и я решила почистить вот эту вот кровать вот эту спинку ну она съемная в принципе но чтобы ее снять надо раскрутить во первых всю всю кровать под эту спинку откручивать потом снимать она не влазит стиральную машинку это надо стирать где-то в ванне потом ее невозможно поднять ее невозможно повесить в общем очень и очень сложно я решила испытать еще раз свое средство вот это вот спрашивали именно спрашивали не каким средством вы чистили свой диван покажите пожалуйста получше вот у меня такое средство упл он эксперт средство для ковров вот чё производство не видать чё производство так я я чё-то не вижу ну вот здесь есть можно ну-ка ну-ка ну потом прочитаю вам скажу в конце концов в общем три вот этих колпачка я сейчас разведу на литр теплой водички и губкой я буду чистить свою кровать но буду как вот сейчас специально сделаю эксперимент вот видите вот это уже вот все не отстирывается не отстирывается почему потому что но она в машинку не входит а у меня теплые полы на руках это тоже как-то не отстирывает теплые полы и вот все равно ребята теплых полов очень много сажи вот незаметно это же пол это считай батарея вот хотя и тепло хорошо это все но и вот я специально решила сначала допустим вычищу вот так вот половину дам высохнуть засниму видео если результат или нет результата чтобы сделать такой как бы сравнительный анализ ну что приступаем друзья развела 6 колпачков вот этого уплона и развела его в полутора литрах воды вот она все будут взяла такой прям смотрите сейчас немножечко взобью как бы в пену она быстро видите сразу как мылится и начну мыть ой горячая и начну мыть вот так прям вот так половину половину своей кровати постоянно смачиваю вот так в пене и по новой по новой посмотрим справится ли она вот с этим не просто вот если честно тяжело раскручивать кровать помощников сейчас таких нету поэтому вот и вот так прямо капитально капитально сейчас вот половину вы мою и вам покажу как это все получается может быть чуть-чуть сейчас пододвину кровать чтобы получше по пошелкать вот эту вот спинку друзья почистила я диван вот с правой стороны вот поэтому вот ленточку я почистила но пока выглядит все ужасно конечно это не не заменит никакой стирки вот и но в идеале нужно все раскручивать снимать чехлы и вести это все в химчистку так это просто конечно как бы не очистится но хотя бы как сказать такую первичную чистоту до лучших времен попробовать можно я хочу сказать что вот этой кровати наверное уже 20 лет 20 лет я привозила ее из китая она служит верой прав правды и матрасы не продавились а ну конечно она уже потеряла такой эстетический вид что делать значит и оставляем теперь сохнуть давайте посмотрим что будет ну например завтра кроме того еще хочу попробовать почистить ковер ей но у меня не ковер а как бы ковролин ну вот но он светлый бежевый и уже тоже хотя его два года назад отдавала в чистку в стирку вот но уже надо чистить опять короче друзья я влюбилась в это средство упал он это вообще смотрите ребят я помыла окна я бы с мистером мускулом я был умерла на этих окнах а здесь я смотрите я развела приблизительно один колпачок на 5 литров воды и просто вытирала стекла стекла вытерла и потом тряпочка из микрофибры я просто вытирала насухо все все окна вообще и что мне еще понравилось что мне понравилось вот когда я только знаете микрофибры первый раз провела у меня там черная сажа вот я думаю ну все все прополаскиваешь в этой воде и вот это сажа отстает мне это очень 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 понравилось прям я влюбилась жалко что у меня пока только один этот как его называют там флакончик вот и что еще хотела сказать ребят перед тем как значит мыть допустим вот подголовник у кровати да или изголовье кровати надо его пропылесосить я вот этот момент упустила не сказала но вообще пропылесосить собрать пыль чтоб она уже так знаете не вязалась как говорится за губкой а потом вот в общем вот так сейчас вам ребят покажу ну подсыхает уже немножко да особенно видно вот если так смотреть сверху эта сторона уже светлее но всего-то прошло но ребят час час всего лишь вот полы еще не полы ковры еще не чистила ковры у меня ковролин тоже бежевого цвета поселен так сверху но сейчас буду его шоркать посмотрим что получится друзья ну что прошли сутки все это подсохло и вы знаете результат заметен вот с левой стороны видите там вот это все такое темное единственное что я сделала вот здесь вот в этом месте вот косячок плохо по шорка вот в этом буду сейчас домывать вот эту половину и вот этот вот косячок я по шорку принципе здесь мне все все понравилось прям знаете посвежело все вот это вот все так более меня будринка выглядит что касаемо ковролина да ребят он стал чище я конечно весь его вымыл весь тоже также прошел кого точно так же все ползала ползала но знаете на ковролине как-то так не так заметно нет он стал по нему видно что он стал чище и все такое ну скажем так не идеально не идеально вот видите все равно вот где вот тут вот есть какая-то сажа не идеально вот здесь вот он как-то не так и особенно где он мне понравился ребят это вообще оказалось чудо чудное он мне понравился на окнах вот на окнах вот как будто у меня нет теперь стекла причем это все без разводов без ничего я смочила в этом растворе тряпкой протерла там прям было сажи сажей сажи сажи вот и все прям вот все и потом вытерла насухо не смывала все чистота нигде никакой полоски от мистера мускула просто когда я делала в квартире у себя там ремонт я чуть с ума не сошла мыть это в общем натирала там полчаса наверное ли час одно окошечко вот а здесь просто общем в принципе я этим средством ребят довольна это я посмотрела бельгия бельгия уплон этот производит и даже сын он мне кого говорит мама я поищу себя здесь в англии вот смотрите вот здесь вот видно вот видите такой темный налет но я пропылесосила но все равно а там вот беленькая светленько вот отсюда вообще хорошо видно хорошо видно вот ну буду домывать теперь вот так друзья на на этом все полезно было чем-то вам видео поставьте лайк если не жалко и подписывайтесь кто не подписался до скорых встреч пока пока ребят